В региональном управлении МВД рассказали о новых аспектах работы с трудовыми мигрантами и порядке подачи документов для получения паспорта гражданина Российской Федерации за пределами России. В период с 16 июня 2020 года по 15 июня 2021 года включительно иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию, не требующие получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче переоформления патента без учета требований к установленному сроку подачи, а также без учета к заявленной цели визита. Хочу отметить, что ранее у нас иностранные граждане, которые приезжали в Российскую Федерацию, должны были подать документы на оформление патента в течение 30 дней после пересечения границы. Цель визита должна быть, если человек оформляет патент, только работа. Сейчас до 15 июня человек, если приехал коммерческая, частная, либо какая-то иная цель визита, мы все равно до 15 июня в соответствии с указом оформляем разрешительные документы. Количество выданных управлением по вопросу миграции патентов за 5 месяцев этого года сократилось на 48%. К началу лета число желающих получить патент вновь стало расти. В соответствии с алгоритмом иностранных работников вправе привлекать работодатели, у которых, отмечу, что средняя списочная численность работников у работодателей должна составлять более 101 человека. В старой редакции у нас от февраля месяца было 250 граждан. Также работодатели должны участвовать в реализации национальных и федеральных проектов, приоритетных программ, региональных проектов, социально-экономических программ развития, международных межправительственных соглашений. А также работодатели расположены на территориях опережающего развития. Таких у нас в Туэском регионе нет. И еще одно условие в соответствии с данным алгоритмом для привлечения в экономику. Работодатель должен доход превышать 800 миллионов рублей в год. В старой редакции было у нас 2 миллиарда рублей. Измененная процедура переоформления патентов. Единственным условием служит то, что если иностранный гражданин переоформил патент, он может ежегодно оформлять его. Только подача документов должна подаваться в отдел по вопросам трудовой миграции за 10 рабочих дней до окончания предыдущего патента. Это единственное условие для его переоформления. В период с 18 апреля 2020 года по 15 июня 2021 года в отношении иностранных граждан не принимаются решения об аннулировании ранее выданных патентов. Изменения коснулись и порядка получения госуслуг. Теперь есть возможность получения государственных услуг, минуя обращение в подразделения по вопросам миграции. Многофункциональный центр это организация, которая предоставляет государственные услуги по принципу одного окна. На федеральном уровне, федеральным законодательством предусмотрено 5 государственных услуг, которые предоставляются многофункциональным центрам по линии миграции. Это в основном услуги, которые предоставляются гражданам Российской Федерации. Практически 60% государственных услуг, которые оказываются населению, мы говорим о гражданах Российской Федерации, они предоставляются через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Наиболее широкий спектр это по выдаче и замене паспортов граждан Российской Федерации, по регистрационному учету, по оформлению и выдаче заграничных паспортов сроком действия 5 лет. Отметим, число прибывших в наш регион иностранцев, учитывая ограничения пандемии, с начала года снизилось на 30%, и почти в половину стало меньше услуг, предоставляемых иностранным гражданам. Продолжение следует...